Закон об авторском праве действует в нашей стране с 1992 года. Согласно этому закоду под публичным исполнением подразумевается использование музыкальных произведений предприятиями общественного питания, как в качестве фона, так и в виде концертов. В это понятие входит, например, произведение, которое исполняют во время так называемых концертов живой музыки. Платить надо и в том случае, если в заведении играет радио или идет стрим из интернета. Но для того, чтобы доходы авторов песен и музыки не уходили налево, в Эстонии уже на протяжении 26 лет действует Союз авторов, защищающий сегодня права более 5000 эстонских и около трех миллионов зарубежных песенников и композиторов. Несмотря на это, далеко не каждый паб, бар, кафе или ресторан считается с этим законом, увиливая от обязательных отчислений авторам песен. По подсчетам Союза, каждое десятое предприятие общественного питания использует музыку незаконно, не получая разрешение со стороны автора или не выплачивая авторский взнос. А ведь суммы эти отнюдь не фантастические. Плата за лицензию в Союзе авторов для заведения, в котором насчитывается до 50 посадочных мест, составляет лишь 21 евро в месяц. Если вы автор музыки, если вы автор музыки, тогда надо вам заявление делать и ступать такую фирму, как эстский авторитюхинг. И там уже лично вы будете как автор музыки или автор слов или такого рода, или аранжировщик. Если вашу музыку играют тогда в кабаке, в телевидении, в радио, где вы автор или автор слов, или аранжировщик, тогда вы от этого Союза уже получаете свои деньги и они собирают всех этих мест, где это играют. Защита интеллектуальной собственности имеет важное значение, ведь чем меньше денег получают создатели за свое творчество, тем меньше у нас профессиональных авторов и композиторов, которые могут жить благодаря делу, которым они занимаются. Причем эта система лицензирования музыкальных произведений действует и на территории всего Евросоюза. Если вы представляете, что за один день можно играть в одном баре сотни разных произведений, то есть там есть сотни авторов, если каждый владелец бара должен дойти до каждого единого автора и спросить у них разрешение на использование их произведений, заключить с ними договор, рассчитаться с ними, но это практически невозможно. Поэтому мы есть как посредники. Это практика всех обществ Европы, которые намного старше, чем мы. Вопросы, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, решаются в гражданском суде. Так, если заведение не заключило договор с автором или соответствующим учреждением, и сумма ущерба составляет менее 200 евро, то такое нарушение считается проступком и карается штрафом до 300 евро для физического и до 6400 евро для юридического лица. Ну а если ущерб превысит сумму в 200 евро, такое нарушение будет расценено уже как преступление. Сергей Дедекин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.